Дайте, пожалуйста, прогноз на изменение цен на недвижку в Калифорнии в течение 15-30 лет. Вообще есть какая-то методология? Я понимаю, что может влететь в 10 раз и упасть в 25, но все-таки какой-то подход есть к расчету? Существует несколько типов недвижимости. И объединять их в один какой-то рыночный тренд нельзя. То есть, в принципе, для начала давайте разберемся в корне с вопросом. Какой вид недвижимости вас интересует? Дома жилая. А жилой дом? Второе. В какой эре? Потому что даже, например, если мы возьмем Лос-Алтас, Лос-Алтас разделен на 4 маленьких сабмаркета. И каждый из них живет своей жизнью. Лос-Алтас, который на границе с Маунтинью, это одни стоимости, да. Лос-Алтас, который идет вдоль Эль Камина, вот этой центральной улицы, это второе. Лос-Алтас, который находится за другой стороной Фудхилл-Экспресс, там, где в Купертиновских городах. Да, да, да. Это абсолютно третий маркет. И то, что находится к 280-му на Фудхиллс, это четвертый или пятый даже сабмаркет. А это зависит от земли. Понятно. Там все упирается от земли и от вида. Потому что есть дома, там, вот этот Лос-Алтас-Хиллс, он расположен таким образом, что часть смотрит на Фудхилл, вторая часть смотрит на Фривей 280. А между ними? А между ними находится клуб, это гольфовый клуб Лос-Алтас. И нет ограничений на строительство. Абсолютно. Потому что у всех участки земли по одному акру. Ты, в принципе, можешь там строить дворцы, и тебе скажут, а, у твоего соседа в два раза больше. И все нормально. То есть, в принципе, если вы мне скажете, например, там, Эрию, которая вас интересует... Имеется в виду, давай так, вот, допустим, берем, ну, пусть будет ценивая. Пусть будет не самое дорогое место, а где-нибудь туда, ближе к 101-му, но там, где частный сектор. А, ну, да, это... Вот туда, допустим, там Борегас какой-нибудь, вот в ту сторону. Значит, там сейчас дом стоит, ну, допустим, миллион, такой старенький. Домик можно купить за миллион, может, миллион-двести. Может, меньше даже. Может быть, даже меньше. Потому что это старая Эрия, постройка в основном 30-35-го года, довоенная постройка. Итак, вот, скажем, в этом месте, на 15, там, 20, 30 лет, вот, понятно, что, наверное, надо будет перестраивать, наверное, это все такое старенькое, что... Ну, вот, как бы, вот, что будет вот с этим? А то, что цены будут продолжать расти в Калифорнии, особенно в нашей Эрии, это без сомнения. Фактор, какая динамика будет, рост цен, больше всего будет определяться позицией нашего правительства. Центральная резервная банка, я уточню, правительство ни при чем, Центральная резервная банка. Учетная ставка. Учетная ставка, да, это основной регулятор. Мы долго держали учетную ставку, последние два года, не меняя ее, чисто по политическим причинам. Потому что никто не хотел охлаждения рынка, все хотели успокоить Америку, и чтобы экономика была стабильной. Безработицу снизит. Да, безработицу снизит, чтобы все пришло в нормальную колею. Поэтому последние два года ничего не менялось. Сейчас рынок, в принципе, он уже перенагрет. Я ожидаю, что должны повысить учетную ставку по-любому. Грозятся, да? Да, потому что это, в принципе, неизбежно, они должны это делать. И с момента, как только начнется повышаться учетная ставка по кредиту, рынок начнет замедляться. То есть, в принципе, если мы посмотрим на динамику американского рынка недвижимости, не только в Калифорнии, в целом по стране, то каждые 7-8 лет мы идем через спад. То есть, если посмотреть на всю динамику, скажем, вот я отслеживаю рынок там с последних 30 лет, скажем. И идет он вот так вот. Он возрастает, потом немножко падает, потом еще выше идет и так далее. То есть, в принципе, он идет все время по возрастающей. Вопрос всегда нужно задать один себе. Если ты собираешься купить недвижимость здесь, вопрос номер один. На какой срок? Если ты покупаешь на длительный срок, ты никогда не потеряешь деньги в недвижимости здесь. Потому что я вот сейчас сравню исторические цены 70-х, 80-х годов, еще до начала Силиконовой долины. Они просто смешные. Привожу пример. У меня есть три друга, которые американцы. Они живут здесь, родились здесь. Они трое купили в 71-м году три дома. Один купил в Сан-Хозе, второй купил в Лос-Алтесе, третий в Палуал. Они были одинаковой стоимости. В 71-м году они были абсолютно одинаковой стоимости. Сейчас тот, который в Сан-Хозе, у него дом 800 тысяч. У него хороший дом там на холме, на склоне. Тот, который в Лос-Алте купил, у него дом 3,5 миллиона. Тот, который в Палуалте, у него порядка 3 миллионов. Но он там не занимался им особенно, 3 миллиона. То есть вот посмотреть на какая разница. То есть в зависимости от Эрии здесь. Я могу сказать, что мы не были здесь в 70-х. Мы приехали в конце 90-го. Первая наша покупка была через дорогу Кондо. Two-bedroom, two-bath, 1200 square feet. Ничего так, комплекс такой приятный все. И мы купили за 130 тысяч. Был спад как раз. Был спад. И какой-то смешной нам процент дали. Типа там 3,75. Это вообще было время удивительное. С одной зарплаты там, сколько тогда получалось? 40 тысяч. Я купил эту самую квартиру. И мы тогда еще думали, потому что мы уже успели потерять работу и найти новую. И Светлана мне говорит, ты знаешь, Миша, давай купим эту квартиру, чтобы мы ее снимали. За тысячу долларов. Большую. И она говорит, ну то с одним условием. Если мы можем с двух пособий по безработице ее оплачивать. Мы посчитали, что мы можем. Мы купили за 130 тысяч. А сейчас она стоит 850. И мы ее, к счастью, не продали. Мы хотели от нее избавиться, когда купили дом в Лос-Алтас. Но мы не могли ее продать, потому что если бы мы ее продали, то мы просто бы от нее избавились. Но мы бы не вернули наши деньги, даунпеймент, потому что он бы ушел на услуги, так сказать, риелтора. Но он с тех пор стоит. И уезжая оттуда, мы купили, это 1995 год, мы купили дом вот с этой стороны в Лос-Алтас. Такой типичный. Три-бедром, ту-бас. Да, я был там. Ты был, когда мы его перестроили. Да, уже новый дом. Уже новый. И вот, значит, мы его там перестроили. Если бы мы его не перестроили, он остался вот таким точно, как он был вот тогда. Вот сейчас бы его цена была 2,5 миллиона. Они сейчас идут в эту цену. То есть мы его перестроили. А, отдельная история. Но неважно. То есть он, после того, как мы его продали 4 года, он еще на миллион. Это отдельно. Просто, я к чему говорю, с 500 тысяч, это были чудовищные деньги. Это никто даже не мог себе представить в то время, таких денег. 1995 год, это у нас было 2 зарплаты инженерных. И школа уже была. У нас было 3 зарплаты. Вот мы купили этот дом. Так вот, с 500 тысяч до 2,5 миллионов он вырос за 23 года. Пусть будет 25. За 25 лет он вырос в 5 раз в цене, если не делать ничего с ним. Земля фактически вырос. Дом только в упадок приходит, земля растет. Это, конечно, ну, понимаешь, вопрос только в одном. А если вот я инвестор, я думаю, а инвестировать тут, а то люди говорят, а может быть инвестировать там в Аризоне, а может быть вот в Миннеаполисе, купить там 12 юнитов, там какой-нибудь недвижимость, там какой-нибудь многоквартирный дом. И вот там кешфлоу хороший. Вот как быть инвестором? Хорошее место у нас тут? Да, очень хорошее. Ну вот я работаю с несколькими группами инвесторов. И они не профессиональные инвесторы в том плане, что они не занимаются этим 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У них всех есть профессии. Они там врачи, там юристы, у них свои компании и так далее. А для них это просто один из способов, скажем так, иметь дополнительный источник доходов. Диверсификация. Диверсификация, да, это правильное слово. И они приходят, и они, как правило, задают такой вопрос. Они говорят, вот у нас есть энная сумма денег. А нам эти деньги, там, скажем, не нужны, там, мы планируем их инвестировать, там, на ближайшие 10 лет. Пожалуйста, скажи нам, куда нам их вложить. И вариантов может быть очень много. Но, а главное, скажем так, правило номер один для любого инвестора. Ты покупаешь инвестиционную недвижимость в зоне досягаемости. То есть, ты та недвижимость, куда ты можешь доехать на машине в течение 2-3 часов. Почему? Потому что с любой инвестиционной недвижимостью всегда возникает огромное количество вопросов. Особенно, если это недвижимость ты сдаешь кому-то. Во-первых, тебе ночью звонят и говорят, у меня там прорвало трубу, меня заливает, сосед вызвал полицию и так далее. То есть, ты вскакиваешь, как ненормальный, прыгаешь в машину и летишь туда. Если это в другом штате, у тебя очень много проблем. Второе, решить какие-то текущие проблемы с той недвижимостью, которая находится в зоне досягаемости. Мы говорим drive-able distance. Это гораздо лучше, спокойнее. Потому что многие вещи могут изменяться. Твои бывшие, те, кто снимал у тебя квартиру, срочно выезжают. Тебе надо пойти, сделать ремонт, вызвать там сантехника. Все исправить. С твоей точки зрения, вот как ты сказал, там 2-3 часа езды. То есть, допустим, если мы живем здесь, то, например, Сакраменто, где цены на порядок ниже, фактически, как бы разумно по удаленности. Вполне. Ну, мы еще строим, меня Светлана строить любит. Но сейчас вот такие цены. Я говорю, меньше миллиона не подкатишься. Уже как-то не. И я говорю, давай вот где-нибудь, может быть, мы. Может быть, даже Санта-Круз. Там еще есть места. А Ватсонвилл, представляешь? То есть, там, ну, вот такие места. Она говорит, Миша, говорит, это же кто что поедет? Я говорю, я поеду. Она говорит, так ты вот тоже. То есть, возраст добавляется. Он говорит, а через 10 лет кто поедет? Я говорю, лучики подрастут. Она говорит, да, лучики, они, может, вообще уедут в другой штат. Понимаете, начинается. Еще возрастной элемент тоже. В 35, в 40, даже в 50. Ты еще думаешь, ну, так я сяду два часа, отъеду. Понимаете, поэтому очень много всего. Дим, давай вот что. Значит, у нас народ очень, как бы, в восторге от нашей беседы. Но я хотел вернуться к тому, с чего мы должны были бы начать, но так как-то ускакали. Человек вот слушает нас и говорит, я влюблен в это дело, я в Бишкеке уже три года этим занимаюсь, я не вижу своей жизни без этого дела. Нарисуйте мой путь. Вот я приезжаю, вот иду в школу. А я бы посоветовал начать с другого конца. Так. То, что вы закончили эти двухмесячные, трехмесячные курсы, заплатили там свои 2000 долларов, они вас не приближают к профессии оценщика. Ни в каком виде. А что на выходе из курса? А ничего, получаете бумажку о том, что ты закончил там минимальные требования для ученика-оценщика. То есть, без бумажки ты тоже не можешь в ученики. Ты можешь пойти в ученики, потому что ученик сам по себе, это ни о чем. Само название это ученик. За что люди платят полторы тысячи? А дело в том, что с окончания этих курсов дает тебе возможность в последующем подать на лицензию. А лицензия не требует пройти ученичество? Нет, дело в том, что они требуют там и начальник курс, для того, чтобы получить лицензию ученика, это 150 часов образования по последним требованиям. То есть, ты должен отучиться их, и для того, чтобы получить ее, тебе надо сдать в экзамены и получить ту лицензию ученика. С которой можно идти в ученики. Да, но тебя компания может взять в ученики и без этих курсов. Почему? Потому что ты все равно ничего не будешь делать такого, где будет ответственность. Ты будешь сидеть на черновой работе первые 3-6 месяцев. За эти 3-6 месяцев компания посмотрит, подходишь ты им или нет. И имеет смысл иногда поработать первые 3 месяца, 6 месяцев, до того, как даже идти на какие-то курсы. Почему? Потому что, может быть, через 3 месяца вы скажете, а мне не нравится, а вы уже заплатили 2 тысячи долларов. Второй момент в оценке. Я просто приведу очень простой пример, например, о том, что это не для всех. А после того, как я начал работать на своей первой компании, у нас пришла молодая женщина, Сьюзан. Я только вклюнусь, процент женщин в оценке велик. А 5 процентов. То есть вообще нет процентов? Нет. Очень много причин связано с этим. И я вот сейчас приведу одну из них. Хорошо, Сьюзан. Да, Сьюзан. Она пришла к нам, ее взяли учеником. Ну, проходит какое-то время, и ей доверяют пойти посмотреть какой-то стандартный, очень стандартный дом. Там три спальни, две ванны, которые выставлены на продажу. Ее задача была просто пойти и сделать фотографии. Это банки заказывали? Ну, это да, заказали в нашей компании. И наша компания доверила ей такую ответственную работу. И послала ее туда сделать фотографии дома и внутри. Просто, чтобы посмотреть состояние дома. Это все, что от нее требовалось. Ну, и вот. И сижу я в офисе, и вдруг звонок раздается. И звонит это Сьюзан, и таким ужасным голосом не говорит. Дмитрий, приезжай срочно на объект. Ну, я бросаю все, прыгаю в машину, шефу кричу, там у Сьюзан проблемы. И лечу к ней. Хорошо, что недалеко было. Ну, где-то минут через 15 приезжаю. Сьюзан стоит с волосами, стоящими дымом, перед входом этого дома на дороге. Ну, я выскакиваю, я думаю, там может быть, так как этот дом был пустой, там могут быть наркоманы. Бомжи какие-то. Там могут быть бомжи, там много и много быть причин. Там в случае из моей жизни человек с ножом на меня вышел, один раз бомж в доме, который был на банкротстве. И там 6 месяцев как люди выехали оттуда. Ну, я думаю, там я беспокоюсь за ее жизнь, я лечу туда, как у горелой, прилетаю. А она стоит у дороги, у машины. И я говорю, Сьюзан, что случилось? Она говорит, я открываю дверь, а там две таких агрессивных мыши. Как? Прыгнут? Я говорю, какие мыши? Куда прыгнут? Она говорит, ты понимаешь? Я, говорит, открываю дверь, они на меня смотрят и так очень агрессивно, говорит. Ну, я так сначала не поверил. Корнет, вы женщина? Да, 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 да. И я захожу в этот дом, открываю, там, заглядываю, там, все нормально, там. И вот мы обошли в этот дом вместе с ней вдвоем. Я захожу сначала в комнату, там, все смотрю, потом я ей говорю, Сьюзан, все нормально, заходи. Это самое смешное из всего, что есть. Там, ну, подумаешь, там мыши бегают. Мыши всегда бегают где-то. Это не та проблема, там. Если вы боитесь, там, пауков, мышей, всякой живности, то, в принципе, это то, с чем вам придется иметь дело. Ну, не каждый день, но через раз, это точно. Я помню, ты говоришь, что ты какие-то объекты без пистолета не пойдешь? Да, есть такие места, ездишь в горы, и в горах бывают дома, где... Или даже из полуалта, вот я когда в пятом-седьмом годах был, и очень много было банкротств. А дома некоторые стояли пустые до года. И люди, которые заселяются туда, это очень много бомжей, либо наркоманов, которые просто делают из него драг-хаус. И если ты разбудишь его, и он в этом наркотическом... Да, да, о наркотическом опьянении, он просто хватает все, что у него под рукой, и на тебя бросается. Потому что он очень неадекватный. А один раз из полуалта на меня... Я его даже не видел сначала. Он лежал под какой-то там настил, покрывалом, и он выскочил оттуда и с ножом. Я хорошо его увидел с боковым зрением и успел выпрыгнуть, закрыть за собой двери. Ну и вот, и конечно, в таких случаях ты берешь с собой своего лучшего друга, там, Глок Твониван, ну, 21-й, 45-го калибра. Он обычно придает определенную уверенность в своих собственных силах. И часто в горы приходится ездить там, где оставленные дома. С животными не был конфликт? А с животными в основном только гремучие змеи, когда землю оцениваешь где-то. Бывает, особенно если утром туда едешь или вечером, когда они выползают на солнце. Ну, берешь палку с собой длинную и резиновые сапоги одеваешь, которые не прокусывают змеи специальные. И все, ходишь там и постукиваешь палкой по дорожке, и, как правило, они уползают. Ну, не все. Есть настырные, которых приходится немножко передвигать или обходить их. Ну, и вот. Но это не самое страшное в горах, там, в горной рыси бывают эти маунт-лайн. Гризли я еще ни разу не нарывался, а маунт-лайн пару раз достаточно близко сталкивался. То есть, в принципе, работа у оценщика может быть очень разнообразная. И это только от вас решать, чем вы хотите заниматься. Слушай, давай все-таки вернулись. Итак, есть человек. Ты ему говоришь, не спеши тратить там 2000. Я только хочу вот про 2000. А вот многие люди нам скажут, что вот там портнов компьютерского, вот там они берут 4500, а это все есть бесплатно. Ну, если, скажем, не на ютюбе, то в сити колледжи есть бесплатно. Можно пойти в сити колледжи, там, ну, за регистрацион фи, там, за смешные деньги. Есть же классы по оценке, например, в сити колледжи или нет? По оценке они просто есть по недвижимости. А специализированные курсы, как правило, предлагаются тремя основными школами в Америке. Это McKintock, это Ally School и это Институт оценки из Чикаго. Это вот три, в принципе, курса, которые принимаются для лицензирования. Это дело в том, что у каждого курса, который вы берете, у него есть определенный код. И до того, как вы возьмете этот курс... Институт национальный какой-то курс? Да, да, да. Который принят Международным фондом оценки. У нас в Америке... Я понял. Есть организации от оценки, которые дают или не дают коды каким-то курсам. То есть, есть курсы вообще не кодированные? Да. Есть курсы, которые не тем кодом кодированные, которые нужны для этой лицензии, для той лицензии и так далее. Для каждого курса существует обычный, так, стандартный набор требований, который должен освещать материал в определенном ракурсе и в определенных деталях. И уровень образования инструкторов должен соответствовать определенному уровню. До того, как этот курс получает какую-то сертификацию, утвержденный номер от фонда оценки, он должен представить все материалы этого курса на утверждение. Ну, понятно. Я работал, я был в консультационном совете международном для фонда оценки американского 6 или 7 лет. Ну и вот. И мы занимались этим, утверждали там определенные работы над стандартами и определенные материалы, которые подходят для обучения. Ну и вот. И после того, как фонд оценки и институт оценки получает этот курс, предлагаемый какой-нибудь школой. Он его изучает, что-то выясняет, приводит в соответствие с чем-то. И если они приходят к какому-то общему знаменателю, и они считают, что номинальные знания, которые даются этим курсом, соответствуют стандартам институт оценки и фонда оценки, то он принимается как нормальный курс, который засчитывается в случае, если вы подаете на лицензию. Хорошо. Но вопрос с образованием всегда стоит так. Вот мой опыт в Америке, 22-летний, он показывает, что мой самый простой принцип, который никогда меня не обманывал и всегда работает однозначно, это бесплатный сыр только в мышеловке. И вот я сколько раз задавался таким вопросом, и каждый раз этот принцип меня выручал. Если вам дается что-то очень дешево, то всегда там есть какой-то крючок. Ну в чем крючок, Сити Калыч? Это субсидировано государством. А дело в том, что вообще государственные структуры как таковые, они настолько неэффективны в любой стране мира. И ожидать от того, что преподаватель, который там работает за зарплату, донесет до вас там все, что вы бы хотели, шансов на это очень мало. Нет, ну там другой принцип. Тебе дали бесплатно, ты еще выпендриваться будешь. Да, это одно. А второе, человек, который преподает от школы, например, какой-нибудь достаточно уважаемый, скажем, институт оценки. Я заканчивал институт оценки, Чикагский, и уровень образования на высочайшей высоте. И я отдал эти деньги, и я им говорил тысячу раз спасибо после этого. Потому что приходили ученики вот к нам в нашу компанию, который первый работал, которые заканчивали другие курсы. И, в принципе, со многими из них приходилось от азов начинать все сначала. Когда они, в принципе, не понимают даже, о чем ты говоришь, и ты говоришь, что ты заканчивал. И он тебе показывает там сертификат из какой-то школы, и говорит там, вот я ее закончил. Ты смотришь, там, в принципе, они не должны были выдавать вообще сертификаты, потому что уровень образования очень низкий. Поэтому те, которые хотят получить хорошее образование, мой совет не смотреть на деньги, а смотреть на качество образования, в первую очередь. Все-таки давай цепочку выстроим. Итак, человек решил пойти поучиться. Он, ну вот он уже уверен как-то. И, кстати, я с учеником не понял вот что. Это пойти поработать несколько месяцев, может быть, тебе разонравится. Это за деньги или бесплатно работать? На самом деле это очень интересный вопрос. Начнем с того. Когда я пришел учеником в компанию, мне первый год платили 350 долларов. Уже с лицензией? Нет, нет, без лицензии. Вот когда меня учеником взяли, они оплатили 350 долларов, и шеф мой говорил, мы тебе платим слишком много. А почему в компаниях или оценщиках опытные, когда они берут ученика, они платят очень мало? Ну, начнем с самого процесса. Ученик не имеет права работать самостоятельно. Он не имеет права делать сам инспекции домов. Он не имеет права сам делать анализ. И он не имеет права сам по себе написать репорт. То есть, в принципе, все стадии этого подготовки, с момента подготовки к инспекции, инспекция, написание репорта, анализ, все ты должен проделать вместе с ним. И еще вдобавок ко всему, ты ставишь свою подпись вместе с его подписью на репорт. То есть, в принципе, ты делаешь двойную работу. То есть, он, по идее, тебе заплатить должен? Да, то есть, он мне должен платить за то, что я учу, объясняю, рассказываю, трачу на свое время на него. И я еще должен ему платить. Реал-эстейтный брокер берет с него, скажем, половину комиссионных от продажи, за то, что он его учит на транзакции. А здесь получается, что он как бы под будущую перспективу его учит. Но самый интересный момент в этом, он заключается не в этой стадии. Вот скажем, я взял тебя, Миша, к себе как ученик. А что, я с удовольствием. Ты отработал там три года у меня, научился всему. И ты решил уйти на свои собственные хлеба. Ну, что достаточно естественное. Абсолютно, это абсолютно нормальный процесс. Куда ты уходишь? Ты уходишь в ту эрию, где ты знаешь. Где ты уже отработал три года, правильно? То есть, я как бы твой конкурент теперь. Однозначно. То я себе, своими собственными руками, за свои собственные деньги, создал конкурента, с которым мне теперь нужно еще конкурировать. Ну, подожди. Но если ты, скажем, 20 лет бизнеса или 30 лет бизнеса, неужели вот этот тебе конкурент? Вопрос вот в чем. Когда работы становится мало, банки, компании, которые тебе дают работу, они снижают комиссионные. Например, в нормальном рынке, когда рынок стабильный или идет вверх, тебе платят там условно от 350 до 500 долларов в среднем за оценку какого-нибудь дома, правильно? Когда работы становится мало и оценщики остаются без работы, что в принципе случается каждые 6-7 лет, то что происходит? Компании начинают снижать фи. Если у тебя 20... То есть фактически эти ребята начинают демпинговать? Однозначно. Они, потому что они вынуждены выживать, как и ты, в принципе, они могут идти до 150 долларов за оценку, что ты для себя считаешь неприемлемым. Знаешь, что интересно? Когда был вот этот кризис, последний, и я разговаривал с парочкой экскурсоводов, которые здесь русскоязычные, они возят русские туры, в Сан-Франциско, там, Винная долина, там и так далее. И они говорят, что ты понимаешь, какая-то катастрофа случилась, потому что сейчас интернет, сейчас любой человек, вот он взял там, сказал, я там, это допустим, пеший тур там, четырехчасовой по Сан-Франциско. Но я там цен не помню, допустим, если я там вожу за 350, то есть тот, кто за 75 готов вести. Потому что у него вообще никакой работы нет. И просто, то есть демпинг такой, и ты выглядишь, как анахронизм какой-то на этом рынке, где, как бы, у него, может, ни опыта, ни лицензии, там ничего нет, ну, я не знаю, может, там не нужна лицензия, я не знаю. Однозначно, в оценке все то же самое. Банк присылает тебе такое письмо и говорит там, у нас есть вот такой объект для оценки, скажи нам, за сколько ты его хочешь оценить. И он рассылает этот e-mail, скажем, 20-30-40 человек, которые работают в этой эре. А нет такого, что вы давно работаете вместе, давно друг друга знаете, как бы друг другу доверяете, и как бы, вот я знаю, когда строительство идет, вот у меня генеральный контрактор, да, он, например, там жена говорит, давайте вот это, он дешевле. Тот говорит, понимаешь, я с ним 10 лет работаю, он не подведет, а этот мы не знаем. Поэтому мы лучше не будем связываться, потому что тогда мы рисковать не будем. А в оценке немножко по-другому все. Из этих 30-40 оценщиков всегда найдется один, который предложит самую низкую цену. Конечно. Ну, и банк отдаст ему. Несмотря на то, что... Несмотря ни на что. Потому что, может быть, у него тоже там 10-15 лет опыта, но у него есть семья, Моргич и двое детей в школе, и ему надо платить. И он готов работать за любые деньги. То есть, это не столько вопрос на уровне, так сказать, экспертизы конкретного работника, сколько вопрос некоторых процедур, и когда они дают, спрашивают multiple bids, то они должны дать тому, кто в этом уровне квалификации дает им соц. Абсолютно. Это то, что происходит. Так вот, возвращаясь к вопросу об ученике. Да. Вот я себе создаю своими руками конкурента. Я вкладываю в него там 3-5 лет своего времени. И что я на выходе получаю? А зачем вообще люди это делают? А в основном, вот сколько я знаю старых оценщиков, во-первых, мы не выходим на пенсию. Начну с этого. Оценщики по определению не выходят на пенсию. То есть, он может и 80 лет пойти там объем. Да. Он просто берет одну оценку в неделю. Просто для того, чтобы выйти из дома. Ему деньги уже не нужны. Оценщики, которые проработали 10-15 лет в оценке, им деньги уже не нужны. Они не работают за деньги. Потому что наши комиссионные составляют не больше 30-40% от нашего общего дохода. Потому что у нас существует огромное количество других источников дохода. Типа? Ну, типа, вот давайте говорить так. Я оцениваю там новое строительство. Строитель построил там 100-квартирный апартмент. Продали 99. Офис продажный. Ну, в сейлз офис. Уже закрылся. Остался один юнит. Один апартмент. Строителю надо сбросить его как можно быстрее. То есть, если ты рядом стоял, ты мог забрать куда-то? Ну, ты это знаешь, потому что ты работаешь со строителем. И он говорит тебе, мы все продали, у нас остался один, вот сейчас мы сидим на нем уже месяц. Нам надо вообще все закрывать и уезжать уже отсюда. Но вот он нас держит. А держать агента по недвижимости, это тоже там целый офис. Обычно новая строительная компания, у них свой офис по продажам. Ну и вот. А они этот офис уже перенесли в новое строительство в другом месте. В вагончике. Да, в вагончике. То есть, им в принципе остается одно место. И они говорят там, вот мы готовы его сбагрить, там за 50 тысяч меньше, там 100 тысяч меньше. Лишь бы только закрыть это дело. Я понял. То есть, будучи в этом контексте, то есть, контекст, чем глубже ты в нем сидишь, вытаскивает тебя как бы на какой-то уровень, где то, с чего ты начинал, уже уходит на второй план. Да, абсолютно. Хорошо. Дим, я смотрю, там народ уже комментарии пишет, они требуют, чтобы мы все-таки проделали это. Ученикам? Я хочу вот что посмотреть. Вот я недавно видео делал о том, что люди, которые приходят в страхование, недвижимость, в оценку и так далее, я с оценкой мало сталкивался, но со страхованием сильно, с недвижимостью достаточно часто. Что вот курсы, где люди лицензию получают, ну, то есть, готовятся к лицензии, и что там в страховании 5% людей, которые не прошли курс, которые лицензию получили, они в итоге остаются в страховании. То же самое там в реэстете чуть ли не 2-3%. Вот я хочу понять, где происходит... Отсев. Да. Вот мы пришли в школу. Вот она, Виктория, вот она пошла, села в класс, это самое, и на выходе из класса раз работу получил. Значит, вот... Это очень счастливый человек. Это счастливый человек. Ну, вот, допустим, у нас тут, вот в Калифорнии, вот он пошел, сел в класс, получил лицензию. Он после этого должен искать ученичество. Вот у Виктории же не было ученичества, ее как-то на работу прям взяли. Это очень редкий случай. Я таких случаев, в принципе, не встречал в своей практике. Вот за больше 15 лет работаю, никогда в жизни такого не слышал. Виктория первая. Это Виктория, это просто, видимо, родилась в рубашке, или какая-то счастливая звезда, я не знаю, Виктория. Все, счастливая звезда. Он очень рада за тебя. Итак, 50 человек закончили курс. Вот, да, у тебя было две группы, там 50 человек закончили курс. Один по блату к своим пошел, там забыли. Один, вот, что стало... Ты уже сказал, что из них никто так и не попал. Нет. А почему происходит как? Вот давайте говорить так. Вот вы закончили курс, правильно? Да. Вы ищете позицию ученика. Вы ищете ее месяц, два, три. Что происходит? Вам нужны деньги? Вам нужно платить по счетам? Ну, теперь ты говоришь, но если не получается, значит, не получается. Очень мало людей, которые настолько упрямы в достижении своей цели, что они готовы там идти найти какую-то работу, платить счета и продолжать искать это все. Объясни мне такую вещь. Когда они шли на эти курсы и платили эти свои там полторы-две тысячи, они уже знали, что по окончании, по получении лицензии, они должны будут сколько там, полторы тысячи, две тысячи часов наработать бесплатно. А большинство людей этого, в принципе, не представляет и не знают об этом. Им кажется, что вот я заплатил две тысячи, потом я найду... Вот они читают такие статьи, как, например, в Калифорнии не хватает оценщиков. Пишут? Ну да, есть такие статьи, там пишут, что, например, объем работы для оценщиков в год возрастает от трех до пяти процентов. За пятилетний срок с 2007 до 2011 оценку покинул до сорока процентов оценщиков. Работы не было. Людям надо кормить семьи и детей. То есть сейчас, как оказалось бы, сейчас-то... Но, тем не менее, вот сейчас работы тоже немного. Хотя рынок на высоте, работы очень мало. Мне вот звонят мои приятели, оценщики, и спрашивают там, как у тебя, Дмитрий, дела? Мы тут вот за неделю, там, две-три заказа все получили. Оказалось бы, рынок идет вверх. А что происходит? Инвентурия очень маленькая сейчас. Инвентурия, это сколько домов продают? Да, сколько на продажу есть возможностей. Их очень мало. Перефинансирование, в принципе, уже закончилось, потому что ставка пошла вверх. Я прокомментирую. Значит, что происходит, когда человек на рынке, хорошие условия финансирования. Допустим, я брал под 6 процентов, а могу перефинансировать 5,5. И банк, чтобы дать мне эти 5,5, значит, звонит и говорит, ребята, оцените дом. Это часть, как бы, пакета по переоценке. У меня, например, лично был период, когда мы в течение 3-х лет перефинансировали 5 раз. Значит, 5 оценок делается, там, где-то 450 долларов, что-то такое планы у нас тут дома, в тот момент были. То есть, когда интерес идет вниз, у них работа, я могу себе представить, день и ночь. Но когда интерес идет вверх, то перефинансирования уже особо нет, и вот эта часть работы снимается. Ну, давайте посмотрим вообще на работу оценщика, из чего она состоит. 90 процентов работы основной оценщика, обычного оценщика, она заключается в работе на банке. Банки занимаются финансированием сделок по недвижимости, либо перефинансированием. То есть, два типа работы. И, в принципе, это 90 процентов работы обычного среднего оценщика. Перефинансирование было очень хорошо два года назад. Даже в прошлом году было еще хорошо. В этом году уже из 10 заказов, которые я получаю, наверное, 5 на финансирование и 5 на продажу. Ну, и вот. То есть, тенденции все время меняются, и перефинансирование становится очень редким явлением. В основном это продажа. Поэтому работа оценщика вот сейчас, а на самом деле многие люди сидят без работы, то есть, это не так просто. И то, что вы закончили курсы, получили работу оценщиков где-то, это не гарантирует ни о чем. Поэтому я возвращаюсь к теме о дефиците оценщиков. Вот в 2007 до 2011 года работы было очень мало. И она в основном заключалась в оценке по банкротству. Это очень неприятная работа. Ты иногда имеешь дело с людьми, которые на грани находятся психологического надлома, которые потеряли все, потеряли все свои деньги, сбережения. И иметь дело с этими людьми не очень просто. Они считают тебя, что ты человек банка, и против тебя направлена агрессия. И работать с ними было очень сложно. Второе, люди эти, перед тем, как покинуть дом, они иногда ломали там все, что только есть, и портили все, что только есть. И иногда в этот доме даже было небезопасно ходить, потому что он был в таком состоянии. Отдирают. Отдирали все, трубы вырывали там, затопляли дом. Они делали все, что угодно. Оставляли проводку открытую в воде, чтобы там кто-то от банка, если прилез, его там током шарахнуло. То есть было очень много. Оставляли домашних животных в доме закрытые на неделю, на две. Там страшное дело, что было. То есть, в принципе, эта работа очень была неблагодарная. И я был вынужден заниматься, потому что другой работы не было на тот момент. Помогало очень много то, что занимался еще с землей. И основной мой доход вот в то время был, я подавал апелляции на пересмотры налогов на недвижимость. Дело в чем как? Вот я рассказываю ситуацию, например, в Калифорнии, как у нас происходит. Каждый год человек в начале года получает от налоговой инспекции сумму налогов, которую он должен заплатить, как налог на недвижимость. Да. А когда рынок идет вверх, люди делают перефинансирование, вытаскивают разницу между рыночной стоимостью на сегодняшний день и то, которое они платили, и там закрывают свои кредитные карточки и так далее. Потому что процент кредита под недвижимость, он намного ниже, чем тот, который на кредитных карточках. Это было очень популярное явление. Под залог. Да, под залог недвижимости. Потому что это считается, что это очень хороший залог и стабильный. И банки всегда дают кредиты намного ниже, чем кредитные компании. То есть вот 3, 4, 5 год, 6 год, я занимался тем, что народ, например, он купил дом там за 700 тысяч. За 3 года его дом вырос за миллион. То есть у него есть 300 тысяч, сидящие в этом доме. И у него есть там 50-70 тысяч на кредитных карточках у семьи. В среднем, я скажу статистику, в среднем каждый американец на своей кредитной карточке имеет 27 тысяч долларов долга кредита. Ну и вот. То есть в принципе люди что делают? Если у него 50 тысяч долларов на кредитке, он берет, перефинансируется, вытаскивает разницу между рыночной стоимостью и то, которое оно есть. А рыночную стоимость определяет? А рыночную стоимость определяю я. И он вытаскивает эти деньги, выплачивает все твои кредитные карточки и начинает все по-новому. И мало того, он теперь заплатил за карточку, а теперь списывает с налога то, что он туда заплатил. Да, весь интерес по этому, то, что он выплачивает банк, еще и вдобавок списывается с налогом. Да, потому что за недвижимость списывается. Там очень много таких маленьких нюансов. Поэтому многие люди продолжают иметь кредит на дом для налоговых дел своих. Потому что это очень удобно. Интерес, который ты платишь банку по кредиту на дом, он списывается с налогов.